Концерт Партистка ей казалась неземною, с ее походом голосом, ушком, лицом, не человеком, высшим божеством, на землю к людям посланным судьбой. Шло божество вдоль узких коридоров, меж тихих костюмеров и гримеров, и шлейф оваций, гулки, как прибой, невзримо волочила за собой. И девушка вздохнула. В самом деле, какое счастье так блистать и петь, прожить вот так хотя бы две недели. И кажется, не жаль и умереть. А божество в тот поздний, вешний вечер, в большой квартире с бронзой и коврами, Сидела у тревоги, сутуя плечи, и глядя вдаль, усталыми глазами. От шпиля в косы ящик положила, сняла румяне с папой не спеша, Помаду стерла, сельки оцепила, и грустно улыбнулась. Куда девались искорки во взоре, Повлекшие рот и ниточки сизин, И это все, как строчки в приговоре, Почетно-то бороздками морщин. Да, ей даны восторги, Крики бис, цветы, статьи, любимая артистка. Но вспомнилась вдруг девушка в холистке, Что встретилась ей в сумке кулис. Сидоренькая, стройная такая, Две ямки на пылающих щеках, Два пламени в восторженных глазах, И как весенний ветер, Молодая, наивная, О, как она смотрела за небы. Уж это не секрет, В свои семнадцать или двадцать лет, Не зная даже, чем сама владела, Ведь ей дано по лестнице сейчас, Сбежать стрелой в сарапане ярком, Увидеть свет таких же юных глаз, И вместе мешаться по дорожкам парка. Ведь ей дано открыть миллион чудес, В бассейн метнуться бронзовой ракетой, Дано приснеть от первого букета, Читать стихи с любимым до рассвета, Смеясь бежать под ливнем через лес. Она, как мог, устала подошла, Прислушиваясь к журчанию копейки, За то, чтобы вот так прожить хоть две недели, Она бы все недрогно отдала.